С одеялом под мышкой Гулливер вышел на берег. Осторожными шагами пробрался он в гавань, где стоял на якоре лилипутский флот. В гавани не было ни души. Гулливер выбрал самый большой из всех кораблей, привязал к его носу веревку, уложил в него свой кафтан, одеяло и башмаки, а потом поднял якорь и потянул корабль за собой в море. Тихо, стараясь не плеснуть, дошел он до середины пролива, а дальше поплыл. Плыл он в ту самую сторону, откуда привел недавно военные корабли. Вот, наконец, и Блифускуанские берега. Гулливер ввел в бухту свой корабль и вышел на берег. Вокруг было тихо. Маленькие башни блестели при луне. Весь город еще спал, и Гулливер не захотел будить жителей. Он лег у городской стены, завернулся в одеяло и заснул. Утром Гулливер постучал в городские ворота и попросил начальника стражи известить императора о том, что в его владение прибыл человек-гора. Начальник стражи доложил об этом государственному секретарю, а тот императору. Император Блифуску со всем своим двором сейчас же выехал навстречу Гулливеру. У ворот все мужчины соскочили с коней, а императрица и ее дамы вышли из кареты. Гулливер лег на землю, чтобы приветствовать Блифускуанский двор. Он попросил позволения осмотреть остров, но ничего не сказал о своем бегстве из Лилипутии. Император и его министры решили, что человек-гора просто приехал к ним в гости, потому что его пригласили послы. В честь Гулливера был устроен во дворце большой праздник. Для него зарезали много жирных быков и баранов, а когда снова наступила ночь, его оставили под открытым небом, потому что в Блифуску не нашлось для него подходящего помещения. Он опять улегся у городской стены, закутавшись в лилипутское лоскутное одеяло. Субтитры создавал DimaTorzok